сегодня будем собирать очередной наборчик наборчик очень простой и подойдет начинающим для тех кто учится паять ну просто потому что подобное готовое фото реле не намного дороже этого набора в комплекте есть инструкция да и схема тоже есть схема очень простая по входу стоит гасящий конденсатор диодный мост ну и делитель напряжения которые управляют этим транзистором есть даже печатная плата есть инструкция на китайском в комплекте есть корпус на плате все номиналы подписаны плата односторонняя из на кса простая дешевая плата также комплекте некоторое количество проводов и прочая мелочевка реле 12 вольтовая на 3 ампера гасящий конденсатор электролит по питанию диоды резистор двухватный тут транзистор фоторезистор пара стабилитронов по всей видимости подстроечный резистор несколько еще резисторов и это диодик еще с конденсатором из неожиданности в комплекте два стабилитрона на 12 на 18 вольт а вот в списках он один на 18 причем на схеме указано что напряжение здесь должно быть 12 вольт это напряжение задается вот этим стабилитроном и здесь указано что он 18 вольт дальше на плате 12 вольт d5 непонятно что и 18 вольт дальше обозначение на плате обозначено что здесь 12 вольт ну и вдобавок так здесь рулюшка на 12 вольт то вполне логично ставите стабилитрон на 12 вольт чтобы здесь было 12 вольт который идет на катушку реле на транзистор да и как их отличить ну на них написано 1н 47 42 это на 12 вольт и 47 46 это на 18 вольт ну соответственно я буду ставить на 12 просто исходя что у меня исходя из того что у меня реле здесь на 12 ставится он отсюда где подписано 12 вольт не забываем про анод и катод то есть здесь черная полоса и на шелкографе это тоже указано поэтому сразу же начну с него чтобы потом не путаться этот в сторону так рядом с ним диод 40 07 это которая вот этот параллельно обмотки реле также не путаем анод и катод так остальные четыре диода это для диодного моста так то можно пока это припаять эти гетиноксовые платы они не очень хорошо появятся и нужно быть с ними крайне осторожными потому что дорожки могут подлетать от перегрева так это еще потом почистим ну вот первые косяки в разводке платы это вот расстояние между ними 220 вольт до путь путь после горящего конденсатора но все равно здесь возможно будет прошивать поэтому берем сразу же нож и продираем здесь немного текстолита чтобы никакого флюса там не оставалось так далее есть еще резисторы обычные этих два штуки этот один тут который один на 10 я вам два это на стой кило вам так мелкий конденсатор на 104 тут один и вот он ну и сразу же поставим транзистор он здесь рядышком ставим его согласно шелкографии но вот здесь скос на транзисторе соответственно он тоже есть так далее светодиод длинная нога это у нас плюс здесь вот указан плюс возле анода ну и соответственно вот он скос возле катода и на светодиоде тоже взглядной ноги скос так остался из мелочевки остался подстроечный резистор и фоторезистор фоторезистор я буду ставить на бок так вот то на корпусе под него и здесь отверстие так остался еще этот большой резистор в общем тут на 1 ватт вроде должен быть но этот больше похож на 2 скорее всего он будет греться поэтому подымаем подымаем его немножко над платой электролит он здесь один опять же не путаем полярность плюс-минус ставится ну так сразу же этот гасящих на путь вставить он тоже здесь один так ну и остается реле ну и вроде бы все плата собрана и небольшой момент для подключения данного модуля предполагается вот эти вот провода хотя плата рассчитана под такие вот колодочки но их все равно поставлю потому что планирует этот модуль использовать по прямому своему назначению да и включенный в сеть модуль руками трогать нельзя тут нет никакой галлической развязки в общем может покалечить ладно сейчас подключу 220 и продолжим вот подключил к модулю шнурок с вилкой ну и попробуем дать на него 220 ну и ничего не произошло ну и работать он тоже не хочет можно попробовать покрутить никакой разницы может все таки ему на 18 вольт нужен стабилитрон выключаем 7 вольт и падает так а если до 220 12 и 3 как и должно быть лабораторник выставляем на нем 18 вольт где здесь у нас питание идет в общем нужно дать напряжение за вот этим конденсатором гасящим 12 вольт я мерил на вот этом конденсаторе ну вот этот вот эти 12 вольт все равно не пашет поднять все таки ток все равно коротыш так есть предположение что сдох стабилитрончик диоды да по нолям ну за одной проверим теорию поставим сюда на 18 вольт вдох он видимо от того что я дал на него 18 вольт а он соответственно 12 вольтовый и пробился нафиг так теперь с 18 вольтовым есть в таком вот положении но реле не щелкает в общем я понял в чем проблема сейчас плата упала вниз и реле включилось проблема в свете проблема в моем фонаре вот этом я уже хотел забраковать так регулировка регулировка тоже работает тоже с небольшой задержкой ну да в общем небольших пределах регулирует 220 подключил включаем его в резетку вот ничего не происходит да работает ну и попробуем уже запихнуть это все дело в корпус так это выход так вот вход то есть все помещается проводам и клеммникам не мешает и закрывается таким вот образом в общем на этом наверное все такой вот наборчик и работает он со стабилитроном на 18 вольт а не на 12 как здесь написано так вот так вот что так вот так вот все и Продолжение следует...